Доброе утро, взаимно. Вы знаете, Вадим, вот не поверите, последнее время, ну месяц, наверное, мы говорим вот только на очень такие политические, экономические темы, вопросы безопасности, а сейчас мы будем говорить о кофе. И как-то так непривычно и легко. Поэтому вот я даже не знаю, вот поскольку вы же все равно под нашей новогодней елочкой находитесь прямо сейчас, и поскольку Новый год накануне, давайте, наверное, поговорим, какие у вас ожидания от следующего года. Я не знаю, может быть, вы изобретете какой-то новый способ заваривания кофе, или, я не знаю, изобретут какой-то новый сорт кофе, или что-то изменится, не знаю. Вот на этом я умолкаю, а потом уже, походу, что-то буду подбрасывать. Интересный комментарий. Ведь действительно мы пьем кофе дважды, трижды в день практически каждый из нас. И это, конечно же, влияет на нашу жизнь. Мне кажется, что гораздо в большей степени, нежели многие из тем, которые вы перечислили, потому что эти темы были всегда и будут всегда, и нужно просто формировать к ним свое отношение. А вот то, чем вы себя наполняете, буквально, буквально этим напитком и те вкусы, которые он несет, это точно на качество жизни отразится немедленно. Я думаю, что в следующем году мы получим много новых открытий в сфере кофе, даже в сфере гостеприимства. Точно мы получим рост автоматизации, мы получим трансформацию кофейной индустрии. Ух ты! Она уже происходит, мы это видим. В сознании каждого из нас символ кофе, чашечка, керамическая чашечка с ароматным паром над ней постепенно символом кофе становится одноразовый стакан. Бумажный одноразовый стаканчик. Это вообще хорошая новость или плохая? Для кофе, для культуры употребления кофе плохая, но это неизбежно, я не верю, что это эволюция, но это те изменения, которые продиктованы всем тем, что происходит в мире. И вот эта одноразовая чашка кофе, мы их видим сейчас в супермаркетах, на заправках, практически в любом месте, вот этот одноразовый стаканчик теперь и будет символом кофе. Хотя десятилетиями, а может быть даже столетиями это была чашка. Значит поменяется вся культура употребления, которая вокруг этой чашки построена, потому что кофе всегда был очень социальным напитком, он объединял людей, он был топливом для беседы. К сожалению, скорость жизни растет и кофе постепенно теряет вот эту социальную составляющую. Зачастую кофе теперь это напиток одиноких людей, остановился на заправке, залил себе в голову горячую черную жидкость, чтобы согреться, чтобы взбодриться. Но не для того, чтобы получить удовольствие и тем более не для того, чтобы украсить беседу с другим живым человеком. Вот поэтому автоматизация, она проникнет во все сферы, потому что пищевая сфера гостеприимства и сфера общественного питания постепенно становится тем, что мы называем food tech, food technologies. Где все меньше food, все больше technologies. И я даже не уверен, что могу называть это плохо, это неизбежно. Наше общество, наша цивилизация, наши ценности меняются. И кофе становится таким, как нужно большинству. Но точно останутся люди, которые оценят все то, чем кофе радовал нас все эти годы. Яркие вкусы, качества, все эти ритуалы, которые построены вокруг кофе, беседа, возможность собрать близких людей. Это останется для определенных людей, но все больше будет уходить в скорости в кофе с одноразовым стаканчиком. Вы знаете, я сейчас вспомнила, когда вы рассказывали, как заваривают кофе где-нибудь во Франции или в Италии. Пока тебе там заварят кофе, с тобой 10 раз поговорят, узнают новости, ты поговоришь с человеком. И вы же человек, который, вы же мастер, вы виртуоз заваривать кофе в джазве. То есть это какой-то personal touch, это же точно не технические какие-то штуки. Вот это же очень интересно. Вы сами-то страдаете от этого или нет? И приходят ли к вам, например, люди, которые говорят, а вот я хочу, вот все-таки не надо автомат, вот не надо? Честно говоря, я очень страдаю, потому что это ведь определенный зов, то есть вот эта алхимия человеческих взаимоотношений, вокруг нее построено очень много видов бизнеса, где человек, профессионал, мастер предоставляет свои услуги, этими услугами пользуются другие люди, но на самом деле происходит некое перекрестное опыление, происходит алхимия человеческого контакта. И, пожалуй, главная причина, почему я люблю это ремесло, это как раз возможность регулярного общения с крайне интересными людьми, потому что тот кофе, который я делаю, интересен определенным людям. И это никогда не будет конвейером, это никогда не будет потоком, это всегда индивидуальный подход. И кофейня, наша кофейня, вот та самая Coffee in Action первая, она всегда называлась кофейней объятий. К нам приходило порядка ста плюс человек в день, и это всегда было построено на очень тесном взаимодействии бариста, мастера, который готовит кофе, и гости. Действительно были объятия, очень часто эти отношения перерастали фактически в дружеские. И всегда гость получал чашку кофе из рук того человека, который эту чашку кофе приготовил. В отличие от, скажем, ресторанов, где еду приносит официант, бариста передавал приготовленный собственными руками кофе в руку гостя. Для меня это всегда было ключевым моментом вот этого вот контакта. Поэтому, конечно, я сейчас страдаю, потому что меняется сам алгоритм взаимодействия, и кофейни, подобные наши, становятся нишевыми. Даже хорошие кофейни сейчас трансформируются в сторону автоматизации. Это несет скорость, это несет определенные стандарты. Ну и потом варить такой кофе может кто угодно. Подошел, ткнул на кнопку и сделал. Как правило, да. Даже, к сожалению, никто угодно. Потому что это все равно определенный процесс, и нужны определенные знания. И поэтому сейчас современное оборудование вообще убирает у людей любой элемент человеческого фактора. То есть действительно остается оператор машины, которая нажимает кнопки, но не бариста. И про общение я молчу общим. Обобщение постепенно уходит. Люди пьют кофе в одиночестве, едят в одиночестве. И ценность человеческого общения, она отодвигается. Более того, мне кажется, несколько новых поколений людей, которые в эти профессии приходят, в силу формирования их взаимодействия с реальностью при помощи соцсетей, локдаун, карантин и все то, что происходит в последнее время, у этих людей уже коммуникативные барьеры. И они не смогут выйти на тот уровень эмпатии и контакта с гостем, который необходим для того, чтобы работать в сфере гостеприимства. Хотя, Вадим, знаете, вот я сейчас вас слушаю, и я вспомнила, как вы мне рассказывали в вашем прошлом интервью, как вы любили ходить в Старбакс в Лондоне. И вот если вспомнить мое посещение, многократное лондонские Старбаксы, там ведь тоже сразу чувствовалась возможность прийти, взять кофе, сесть в любой угол, и не значит, что ты можешь с кем-то говорить. Это значит, что ты можешь там работать, ты можешь там, я не знаю, что делать, писать там что угодно, и ты можешь просто сесть и выпить кофе. И это тоже было отчасти такое кофе в одиночестве. Вот уже тогда люди, которые работали автоматически, имя, какой кофе и так далее. Вот это тоже такая роботизация уже тогда ведь возникла, этого процесса. Старбакс всегда делал ставку на стандарты и скорость, а это значит оптимизация. Но процесс, который вы описали, он характерен для больших городов, и вы ведь не были регулярным гостем этой кофейни, вы наверняка заглянули в эту кофейню. А есть те, кто туда приходит ежедневно, и их общение с баристом, это один из элементов вкуса, то, зачем они туда приходят. То есть они уже здороваются, они знают друг друга, это уже тоже было как-то. Но возможность уединиться с чашкой кофе, это тоже часть этой культуры. Поработать, настроиться на определенный лад. Вот мне очень нравится словосочетание white noise, белый шум. Это тот шум, который возникает в заведении, в кофейне, например, когда тихо играет музыка, шумит оборудование, говорят люди. И этот white noise, он на самом деле продуктивен. Он может быть фоном к твоей работе и даже помогать креативные идеи создавать. Но смотрите, Starbucks все-таки знаменит концепцией создания третьего места. Я об этом часто рассказываю. То есть они создали место, куда хотят прийти люди, создав там уют, создав там атмосферу. А то, о чем я говорю сейчас, одноразовый стакан, это уже другое. Это не гостеприимство. То есть в таких местах заправки, супермаркеты, какие-то сетевые фастфуды, ты не гость там, ты покупатель. Ты покупаешь кофе и уходишь. Уходишь употребить этот кофе в машине, например, или на ходу. Потому что то количество людей, которые сейчас на ходу заливают себе в голову кофе из стаканчика, огромное. Оно возросло существенно. Характерно для любого мегаполиса, но сейчас это характерно уже и для других совершенно небольших городов. То есть кофе с собой формат проник во все сферы жизни. Более того, люди дома пользуются одноразовыми стаканчиками. Вы знаете, вот я когда подумала о стандартизации и технике, которая приходит во все сферы нашей жизни, я подумала, что когда я варила кофе раньше в джазве, это было целое дело. Что-то получилось, что-то не получилось. Ах, убежал, ах, он там перекипел, ах, он там еще что-то. Ты что-то добавляешь туда. А сейчас просто подходишь к машине, раз так, нажал на кнопочку и все. Это ведь влияет, наверное, не просто даже на эстетику, а, наверное, на какое-то развитие вот этого творческого процесса приготовления кофе. Уже привыкаешь к стандартному кофе, но что там еще напрягаться? Вот какой тебе кофе? Ну, нерастворимый просто вот из вот прекрасной вот этой вот машины, да? Чего там особенно с Борисой теперь уже там просить его сделать что-то особенное. То есть мы же тоже привыкаем к вот этим стандартам, а не затягивать. Да, это правда. Автоматические машины дают удобство, скорость и многие другие преимущества. Люди действительно привыкают. И в целом это ведь тренд, который отмечают люди, которые следят за тем, как меняется наша цивилизация, наше общество. Например, хом-кукинг, приготовление еды дома. Еще пора заносить красную книгу. Люди больше не готовят еду самостоятельно. В лучшем случае... Ну, не все. В лучшем случае какие-то бутерброды или что-то на выходных, так как это было раньше. Во-первых, произошел разрыв поколений. Если раньше готовили, например, бабушки, мамы, сейчас люди живут самостоятельно, уехав в другие страны, в другие города. И вот концепт приготовления, регулярного приготовления еды дома, он умирает. Теряют навыки, теряют желание, потому что действительно можно все купить, заказать, можно поесть в ресторане. И это тоже неплохо. Но вместе с тем уходит какая-то часть нашей жизни. И вот приготовление кофе – классическая иллюстрация. Если раньше люди могли посвятить 5, 10, 15 минут приготовлению кофе, смолоть кофе на ручной кофемолке, насладиться каждым моментом приготовления, скажем, кофе в джазве. Это же целый ритуал, действительно. Не спеша остановив время выпить чашку кофе. Сейчас все на ходу. Нажал кнопку, мгновенно выпил. То есть мы больше не умеем восстанавливать время, мы безуспешно пытаемся его догнать. Ну, давайте теперь немножко о кофе, о зернах. Совершенно недавно прочитала такую, казалось бы, банальную, может быть, утилитарную вещь, что кофе сильно подорожал и подорожает, что-то меняется на этом рынке. Давайте расскажите нам немножко об этом. Это тоже очень интересно. Это делает грустным дальнейшую линию повествования, потому что... А то это бы было весело. Тот тренд, о котором я говорил, те тренды, о которых говорил, прогнозы на следующий год, они вот такие. Если автоматизация является мечом от двух... Ну, то есть кому-то это нравится, кому-то действительно нравится эта скорость и все остальное, что происходит в сфере кофеиной, то кофе действительно вырастет в цене. Я думаю, что процентов 50 мы почувствуем. То есть сейчас вот конец года... На 50. Да, конец года. И мы уже это почувствовали, но традиционно это просто такая, такой ментальный рубеж. Кофейни не поднимают цены, потому что они хотят закончить год, сохранив эти цены. В следующем году мы обязательно это почувствуем, еще и потому, что... Долгосрочных контрактов, где зафиксирована цена на закупку зерна, ни у кого нет кофейного зерна. Это прямо как о газовых контрактах вы сейчас говорите. То же самое. Это же товар, это комодицы, так же, как нефть, газы, все остальное. И цены вырастут существенно на сырье. Сырьем является зеленое кофейное зерно. Причин много. Гибель плантаций в Бразилии, которые будут высаживать заново. Это значит, что несколько лет урожай кофе в Бразилии будет ниже. А что с ними случилось? Морозы. Даже в некоторых местах успели собрать урожай, но были заморозки, и часть плантаций погибла. Это значит, что их нужно восстанавливать, то есть погибшие деревья убирать, высаживать новые. А плодоносить кофейное дерево начинает через 4-5 лет после того, как высажено. А полноценно, наверное, лет 6. То есть мы получим несколько лет снижения урожая в Бразилии. Это крупнейший производитель кофе в мире, поэтому мы обязательно почувствуем влияние этого фактора. Мы почувствуем то, что происходило и происходит во Вьетнаме, где второй в мире производитель кофе, где карантин и реакция государства на коронавирус превратила, сделала крайне сложную работу грузовых терминалов международных. То есть логистические проблемы, о которых все так говорят? Там много проблем. Там проблемы с рабочей силой, с людьми, которые собирали бы урожай. Потому что все вот эти ограничения карантинные, они существенным образом повлияли на каждый этап цепочки поставок. И в том числе сбор урожая, обработка, хранение и так далее. Поэтому Вьетнам, там свои причины, почему все происходит гораздо медленнее. Потому что даже если соберут такой же урожай, вот эта цепочка поставок замедляется, замораживаются деньги. Очень сильно выросли цены на контейнерные перевозки в три раза. В три раза, а то и выше. Это неизбежно влияет на ценообразование. Поэтому мы весну будем встречать с абсолютно новыми ценами на кофе. И людям предстоит принять тот факт, что чашка кофе будет стоить дороже. Заметно дороже. Либо же, я уверен, что будут те заведения, скажем, сетевые, которые попытаются удержать цены. Хотя это невозможно, потому что все комплектующие, от энергии до составляющих, любой составляющей бизнеса, все вырастет в цене. Я думаю, что многие попытаются это сделать. И тут важно понимать, за счет чего это будут делать. И это в первую очередь качество кофе. То есть будут закупать более дешевый кофе, чтобы сохранить цены. И это тоже нужно знать. Так что вы можете быть рады, что цена кофе осталась, скажем, 45 гривен, тогда как кто-то рядом поднял до 60. Но вот эти 45 гривен, они остались такими, потому что упало качество ингредиентов. Кофейное зерно, молоко, может быть, еще какие-то факторы. Будет хуже вкус. И большинство это почувствует. Во-первых, должна признаться честно, для меня совершенно открытие, что во Вьетнаме выращивают кофе. Мне стыдно, но я этого никогда не знала. То есть все остальные страны я знаю. Но вот что во Вьетнаме, я не знала. Вы будете удивлены, да. Я тоже когда-то был озадачен тем, что Вьетнам является второй в мире страной по экспорту кофе. Главным образом это робуста. Робуста – это такой более простой, дешевый вид кофе, который является сырьем для растворимого кофе и для всевозможных массовых блендов. То есть робуста, она гораздо дешевле и менее вкусная, чем кофе. Это другой вид кофе. Подавляющее большинство предпочитает арабику. Робуста – это другой вид кофе, который крепче, проще и является сырьем для растворимого кофе, как правило. Если копать глубже в историю Вьетнама, то вот этот рост сельского хозяйства во Вьетнаме, в том числе кофе, он связан с попытками возродить страну после войны. В том числе после использования химического оружия. Если помните Америка, Agent Orange они это называли. То есть там были уничтожены огромные площади лесов, ввелась борьба с партизанами. И потом, чтобы эти земли восстановить, международные гранты позволили сельскому хозяйству Вьетнама очень быстро возродиться. Это интенсивное сельское хозяйство с использованием всевозможных современных достижений, минеральных удобрений и так далее. И неожиданно Вьетнам вышел на рынок в 90-х на кофейные, обвалив цены. Так что Вьетнам с тех пор мощный игрок. Этот кофе никогда не отличался высоким качеством. У него есть такой след, уходящий корнями в эти последствия войны. Нужно понимать, что почва, вода, все было загрязнено. И таким образом пытались это все перезапустить. И то, что сейчас происходит в Вьетнаме, существенно влияет на ценообразование даже у больших брендов, которые закупают огромное количество кофе на годы вперед. То есть изменения почувствуем все. Уже 10-летний рекорд на стоимость кофе побит. И дальше будет рост. Поэтому будьте к этому готовы. А вот интересно, как отличать качество кофейных зерен? Это очень интересно. Ну вот, например, я себе представляю, есть разные сорта, условно говоря, давайте сравним с пшеницей, например. Ну вот, так или иначе, это просто разные сорта. Понимаю. Вот как ощущается качество? То есть зависит ли, например, один и тот же сорт выращивается в разных странах. Меня влияет это как-то или нет на качество? Или вот как определяются все эти нюансы? И какой, я не знаю, из какой страны, и какой сорт кофе, ну просто самый-самый? Я думаю, что большинство людей волнует не качество, а вкус. Это должно быть вкусно. Но у вкуса есть... Предпосылки. Да, есть причины, почему это может быть вкусно. И качество этого зерна, это один из таких предпосылок. Есть специальная профессия. Называется это профессия кьюгрейдер. Это человек, который разбирается в качестве зеленого кофейного зерна, сырье. Это некий сплав химика, ученого, трейдера. То есть человек должен гарантировать качество зерна и убедиться, что количество дефектов, они всегда есть, не превышает определенные стандарты. Любопытно, мало кто об этом знает, Любопытно то, что практически до середины 20 века вкус и аромат, то есть вкусовые и ароматические качества кофейного зерна не оценивались. Кофе, по сути, стал массовым продуктом только в 20 веке. И всегда на бирже и в торговле кофейным зерном оценивали размер и внешний вид. И всегда качество кофе привязывали только к этим атрибутам. Тогда как определенные сорта кофе, Йемен, Эфиопия, например, часто обладали такими небольшими покрученными зернышками, которые с точки зрения эстетики ничего особого себя не представляли. Но вкус там потрясающий. А вкус потрясающий. И вот в Сан-Франциско в 70-х годах прошлого века обжарщики стали задумываться над этим. Стали анализировать вкусовую и ароматическую составляющую. Это совершило переворот в восприятии кофе. Появился тот самый термин, который многих смущает. Спешлти кофе. Особенный кофе. По сути, спешлти кофе – это тот рубеж, после которого кофе стали воспринимать как гастрономический продукт, где важны вкусы, ароматы и качества. Потому что качество – это часто отсутствие дефектов. Дефекты всегда есть. Их нужно отсортировать. И вот сортировка существенно повышает стоимость кофе. То есть, чтобы получить хороший кофе, элементарно нужно убрать все, что является плохим или посредственным. Поэтому зачастую качество и вкус тесно связаны. И, к счастью, мы теперь можем, благодаря вот этому изменению оценки качества кофе, мы теперь можем наслаждаться невероятным разнообразием вкусов, ароматов и историй. Потому что очень часто торговцы кофе, особенно, например, молотый кофе, это дает возможность, это всегда давало возможность, и сейчас ничего не поменялось, смешать абсолютно дешевые сорта кофе, выдать их за более дорогие, потому что ни по внешнему виду, ни по другим признакам уже ничего понять невозможно. Ну, в молотом-то виде, конечно, ничего не поменялось. Раньше, да и сейчас многие поступают таким образом, что подмешивают в кофе молотые желуди, цикорий и многие другие ингредиенты, которые существенно дешевле, чем кофе. Так вот, Special 3 Coffee дал возможность получить селекцию по вкусу, аромату, дал возможность поэкспериментировать над обработкой, включить элементы ферментации, как в виноделии, например, чтобы получить абсолютно новые вкусы и включить вот этот нарратив, вот эти знания про кофе, в то, что человек покупает. Потому что когда ты знаешь, где вырос этот кофе, почва, климат, какие-то детали о семье, о ферме, то есть это становится ценностью, это становится такой ценностью, построенной вокруг людей, которые это делают, а любой кофе – это целая цепочка людей. Это фермеры, это станция обработки, это трейдеры, это обжарщик, это баристов, в конце концов, или собственник кофейни. То есть это всегда целая цепочка людей, каждый из которых заинтересован, чтобы дать гостю наилучшее качество. Так что качество практически гарантирует хороший вкус. И вот мне бы хотелось, чтобы люди начинали глубже смотреть, люди, которые пьют кофе, начинали глубже смотреть в зерно, в кофе, чтобы понимать, почему это на самом деле роскошь, почему кофе – это скорее роскошь, самая доступная, наверное, роскошь. И почему нужно ценить труд мастера и мастеров на каждом этапе производства кофе. Вадим, почему вот если открываешь пачку, одни зерна блестят, а другие не блестят, носят… Степень обжарки. Есть несколько видов обжарки. Грубо поделить их можно на следующие – светлое, среднее, темное. При темной обжарке масла, как правило, выходят наружу. То есть когда мы запускаем процесс обжарки, это не что иное, как термическая обработка, это сравнимо с выпечкой хлеба, это сравнимо с тем, как мы жарим мясо. То есть это все та же реакция Майярда, когда сотни компонентов разрушаются и тысячи компонентов образуются в процессе воздействия высокой температуры на, в данном случае, кофейное зерно. И процесс обжарки включает в себя несколько этапов. Вот когда масла выходят наружу, это, как правило, итальянская школа обжарки. Они находятся на поверхности зерна, они блестят. И темный этап обжарки дает предсказуемые вкусы, которые в Италии любят. Шоколад, горечь, табак, кожа и другие такие характерные для определенных сортов и определенных школ обжарки видов кофе. Но мне ближе другой способ обжарки, который более сбалансирован, где мы оставляем очень ценные для вкуса цветочные, фруктовые, ягодные оттенки и уже получаем все те же пряности, шоколад и табак, например. То есть это некая средняя степень обжарки, которая несет такой баланс. Мы получаем целый букет вкусов, и тогда кофе действительно особенный. Потому что темная обжарка любой кофе приведет к предсказуемым вкусам. Но там есть один нюанс. Если у кофе много дефектов, то их можно просто спрятать. Это такой обжар? Да, то есть уйдут ряд хороших вкусов и уйдут вот эти вот индикаторы каких-то вкусовых дефектов. Останутся только, особенно на грани сухой дистилляции, когда вот выходят масла наружу и зерно стремительно теряет влагу, остаются буквально несколько вкусов. Даже если там были какие-то вкусовые дефекты, их уже нет, потому что остается ярко выраженная горечь, например. И многие сетевые компании именно так и обжарят кофе. И тут главная цель – дать этот стандартный вкус. И к тому же это позволяет им работать с более дешевым зерном, где есть вкусовые дефекты, но которым можно нейтрализовать темной обжаркой. Вот как сейчас в Украине за последние годы развивается кофейное дело? Я вот так, наверное, скажу. И вот учитывая и технологические процессы, и вот такие особенные нишевые кофейни, о которых вы говорите, как это все в Украине происходит? Кофейное дело сделало вот так. Бум! Это был взрыв. Последние 10 лет – это взрыв. Украина, они несколько лет уже занимают лидирующие места в рейтинге стран с наибольшим количеством открывшихся кофей. Есть компания британская, Allegro, которая проводит такую статистику, и Украина уже несколько раз в топе, и даже была в 2016 году, по-моему, на первом месте. А кто там рядом с нами? Ну так, чтобы сравнить. Такие же страны, как Франция, Италия, они же не растут, они уже давным-давно выросли. Они выросли, да, там насытился рынок. У нас все еще происходит период насыщения. Некоторые страны Восточной Европы также активно растут. В Польше, например. Но в Украине количественный взрыв заведений, ну мы с большим отрывом ушли на лидерские позиции, то есть количество кофейн, которое открывается, оно просто немыслимо. И мы уже говорим не просто о столице или каких-то мегаполисах, мы говорим о том, что кофейн открывается в любом маленьком городке или даже в деревнях. Я такие заведения посещал, этого не было раньше. То есть классических кофеен, хороших кофеен, прям вот в настоящей провинции я практически не встречал. А теперь они есть. Ну подождите, вот там в провинции эти кофейни, о которых вы говорите, это скорее автоматизированные процессы или все-таки речь идет об Аристе? Это именно, ну вот смотрите, пример город Броды. Это маленький город, это Львовская область. Там десятки кофейн и несколько крупных игроков. Я сотрудничаю с несколькими компаниями из города. И честно говоря, вот у них дела лучше, чем у киевлян, потому что здесь очень большая конкуренция, и заведения сражаются за один и тот же поток людей. А в таких местах более интересен потенциал, потому что там пока практически нет хороших заведений. И открыв достойную кофейню, ты получаешь к нему временную монополию. Вот так что мы растем. Вот то, что в Украине происходит, это рост количественного, но он неизбежно переходит в качество. Вот насколько устойчивы кофейни вообще этот бизнес вот к той ситуации экономической, которая сейчас? Как выживать? Все сложнее и сложнее или ничего? Вот с одной стороны вроде как бомб, да? А с другой стороны, неизвестно, сколько из этих кофейн, которые открылись, выжили, сохранились, пережили этот коронавирус и так далее. Вот насколько стало сложнее? А если вы сказали, еще 50% в следующем году добавится, то, наверное, тоже вопрос. Очень проницательный вопрос. К сожалению, процент в 70 закрывается. Это статистика, которая всем известна. Не всем. Мне, например, была неизвестна. В индустрии об этом знают. Тут, видите, такая ловушка есть. Во-первых, кофейная индустрия романтизирована. Люди хотят открыть кофейню, чтобы туда приходили друзья, чтобы это было каким-то особенным местом. Мало кто думает об этом, как и системам бизнеса. Очень низкий порог входа, особенно если это какая-то небольшая кофейня, особенно если есть собственное помещение, или даже есть просто желание. Если у человека есть желание, то многие идут на этот шаг, даже просто одоложив деньги, 20-30 тысяч долларов, и на покупке квартиры или автомобиля, открывают заведение, и зачастую оно закрывается. Год-два, в течение первого года закрывается 70%. Романтизация бизнеса. То есть не просчитывают априори в начале. Не просчитывают бизнес-модель и не просчитывают уникальность. То есть хотят просто открыть кофейню. Часто ошибаются с локацией. Главная проблема сейчас это люди. То есть невозможно собрать команду, невозможно удержать, мотивировать. То есть человеческий фактор становится ключевым. Все те причины, о которых вы говорили, карантин, локдаун, изменение конъюнктуры рынка, например, роль бизнес-центра, если рассмотреть, то мы понимаем, что раньше кофейня в бизнес-центре это гарантированно успешный проект. Сейчас, когда очень много людей на удаленке, бизнес-центры перестали быть магнитом для людей. Там кофейни некоторые закрылись, некоторые с трудом выживают. Но вот одна из иллюстраций, как происходящее поменяло бизнес-модель. То есть если смотреть чаты собственников, где продают оборудование, бывшее в употреблении, огромное количество профессионального оборудования поступает на вторичный рынок, потому что закрыты проекты. При этом продолжают открываться новые. Низкий парок входов в кофейную индустрию становится такой ловушкой, когда люди понимают, что все, что нужно, это купить оборудование или даже просто взять в аренду и попробовать. И это же дух предпринимателя. Пробуйте. Но я бы рекомендовал очень внимательно считать те вещи, которые не романтизируются. То есть должен быть грамотный финансовый специалист или как минимум человек с очень таким циничным подходом к идее, для того, чтобы укрепить эту идею финансовой составляющей. Тем не менее, я думаю, что будет продолжаться. Будет продолжаться вот этот рост, потому что чувство... Ну, предприниматель — это особый склад людей, и многие приходят к этому на каком-то этапе своей жизни и пробуют. У многих получается, большинство, даже так проанализировав работу с заведением через несколько лет, понимают, что они не готовы такую цену платить, усилий моральных, например. Потому что любой бизнес, любая кофейня — это же операционка, которая ежедневно тебя ест. И либо ты найдешь человека, который будет это делать, либо придется как собственнику это делать самому, и это очень энергозатратно. Вот если в Украине такие компании, большие украинские компании, которые сами едут в те страны, которые выращивают зерно, договариваются там о каких-то больших прямых поставках зерен и так далее, и как это влияет, в принципе, на цену, на индустрию? Или все-таки и вы, и ваши коллеги работаете уже с какими-то западными, или только там, я не знаю, западными, азиатскими экспортерами и так далее, или компаниями, которые занимаются крупными поставками кофе? Это уже достаточно давно происходит. Называется Origin Trip, поездка на источник, поездка к источнику. В Украине есть несколько крупных трейдеров, которые занимаются зеленым кофейным зерном. Это их специализация. Они привозят зеленое кофейное зерно и дальше продают это обжарщикам в Украине. И достаточно давно уже стали ездить не только специалисты по закупкам из этих компаний, обжарщики и даже бариста из десятков заведений. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день десятки украинских, может быть, сотни уже украинских профессионалов из кофейной сферы побывали на кофейных плантациях. Я, опираясь на собственный опыт, могу сказать, что это радикально меняет восприятие кофе, потому что я попал на кофейную плантацию в 2011 году в Индонезии. С этого момента я четко прослеживаю возникновение эмоциональной связи с кофе. Почему? Потому что когда ты работаешь вместе с крестьянами на плантации, когда ты собственными руками высаживаешь кофейные зерна, когда ты собираешь эти небольшие кофейные деревья, это такой детский сад фактически кофейный, когда ты их пересаживаешь, когда ты видишь все, что происходит, то количество труда, которое вкладывают в зерно, необходимо вырастить, необходимо ухаживать. Это инвестиции в несколько лет, чтобы потом получить урожай. Неизбежно ты начинаешь воспринимать кофе не просто как какой-то напиток в чашке. Я думаю, то же самое происходит с людьми, которые побывают на виноградниках и посмотрят, как собирают виноград и как делают вино. И, допустим, побывать это уже хорошо, но я там прожил какое-то время, и поэтому я очень глубоко почувствовал и прочувствовал, что это гораздо больше, чем напиток. Вот тут кофейные корни. И относиться к напитку и к людям, которые этот напиток готовят, я с тех пор стал совершенно по-другому. Более того, я стал одним из таких людей. И, к счастью, мои коллеги из Украины едут на кофейные плантации. Иногда они идут регулярно. Это никак, как правило, не сказывается на ценообразовании, по крайней мере, существенно не сказывается. Есть определенные стандарты, есть определенные цены, которые абсолютно прозрачны. И личные знакомства с фирмами ничего не поменяют. Но есть хороший момент в том, что у нас начинает получаться договориться о каких-то прямых поставках, потому что задача же каждого трейдера отобрать лучше, дать своим клиентам и партнерам лучше. И вот тут у нас начинает получаться то, что называют direct trade, прямые поставки, когда непосредственно с фермером вы заключаете определенные договора. Иногда это устные, иногда это контракты. И определенные, мы это называем микролоты, какие-то ограниченные серии кофе попадают к нам. И вот это очень ценно. Это развивает вкус, это позволяет эволюционировать кофейной грамотности каждого украинца. То есть существует direct trade, существуют дружеские отношения уже с определенными фермерами, потому что ведь бывает и так, что фермер, когда начинает узнавать, кто ты, где ты работаешь, какие твои ценности. Человек понимает, что я хочу, чтобы этот человек готовил кофе. И поэтому вот у нас есть регулярные поставки из Эфиопии от одного и того же фермера, женщины, Элиана Георгарес. Каждый год мы используем ее кофе. И на мой взгляд, это всегда один из лучших видов кофе, который можно найти на рынке. А, кстати, как собирают кофе? Это же маленькие зерночки. Зависит от страны. Да, это маленькие ягоды. Попробуй их собрать. Которые по размеру напоминают шиповник, вишню. Их собирают вручную. Если это, скажем, Эфиопия, ну и многие другие страны, где кофе растет высоко, деревья кофейные обрезаются, так, чтобы их высота была примерно до двух метров, чтобы можно было вручную собирать только спелые ягоды. В Бразилии, где кофе выращивают на равнинах и гораздо ниже, существует специальная техника, напоминающая комбайны. То есть, это такая огромная машина, которая идет и собирает все подряд. Качество кофе очень сильно зависит от того, на каком этапе вы собрали. То есть, если мы собираем исключительно спелые ягоды, тогда мы закладываем фундамент для вкуса. Собрать все подряд, это просто будет посредственный кофе, который используют часто для очень таких дешевых массовых блендов или для растворимого кофе. И еще важный момент высоты произрастания. То есть, как правило, чем выше... Высоты имеется в виду в горах, в лавке? Над уровнем моря. Чем выше кофе, тем он вкуснее. Правило практически без исключений. И в таком случае где выращивают? В каких регионах тогда самое лучшее? Смотрите, Йемен, Эфиопия, это примерно полтора-два, иногда больше двух километров над уровнем моря. Сальвадор, Колумбия, Кения, Танзания. То есть, когда кофе растет на высоте полтора километра и выше, у нас есть шанс получить другой совершенно климат, там кофе медленнее созревает, больше накапливает всевозможных органических веществ, сахаров, которые потом при обжарке дают абсолютно новые вкусы. Интересно. Я бы в своем личном рейтинге, у меня лидирует Эфиопия. По многим причинам. Еще и потому, что там много органического кофе. Так устроена страна, что там практически нет, не используются удобрения, пестициды и многие другие вещи, которые характерны для современного сельского хозяйства. Поэтому, даже если кофе из Эфиопии не обладает органическим сертификатом, получить который стоит огромные деньги, очень часто это чистый органический кофе. Второй момент – это аутентичность вкуса, потому что родина кофе – это Эфиопия. И вот тот вкус, который там был всегда у этих кофейных зверин, он, собственно, остался неизменен. Часто есть такие плантации, которые называют «мама кофе». Там кофейные деревья возрастом 80 и больше лет. И часто они большие. Кофейное дерево, если не обрезать, может метров до шести вырасти. Тогда, как обычно, это полтора-два метра. И вот эти сорта кофе, такая первозданная арабика из Эфиопии, даже не всегда классифицированы. И называют их одним понятием «эфиокен ээлюм» – «наследие Эфиопии». Рекомендую изучить Эфиопию. Там много сюрпризов, много ярких вкусов. Хотя не менее достойно есть в Колумбии, в Кении, даже в Бразилии. Вадим, спасибо вам огромное. Очень рады были видеть вас в нашей студии. Надеемся увидеть в следующем году обязательно. И поскольку вы уже рядом с нашей новогодней елочкой, и мои коллеги уже поставили рядом с вами бокал шампанского, я понимаю, что это не чашечка кофе, но все-таки бокал шампанского. Поэтому, если вдруг вы захотите поздравить зрителей, пожалуйста. С удовольствием. Я бы хотел в новом году пожелать новых вкусов, ярких вкусов. Делайте для себя открытие. Ищите вот то качество, которое мы обсуждали. Качество и вкус ярких людей, ярких идей. И много новых, хороших новостей. С наступающим Новым Годом. Вадим Грановский был сегодня в нашей студии, за что мы им очень признательны. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреон, нашему другу и партнеру медицинскому центру Призма и спонсору канала торговой марки «Гетман». Оставайтесь. Редактор субтитров А.Семкин